Солнечная система Солнечная система сама по себе, хотя она и находится в галактике. На самом деле, Солнечную систему надо рассматривать как элемент галактики. А галактика наша имеет спиральную форму. Вот примерно она выглядит вот так, как вот здесь нарисована. Ну, все это покруче, конечно, но будем считать так. Во-первых, Солнечная система обладает серией совершенно непонятной с точки зрения сегодняшней науки, Особенности. Значит, особенности такие. 99, ну я могу цифры сейчас напутать, но по-моему я все-таки говорю правильно. 99,8% массы Солнца в системе находится в Солнце. 98% орбитального момента находится в планетах. Что совершенно непонятно. Откуда он взялся, этот орбитальный момент? Мы все планеты рассматриваем относительно плоскости эглиптики. То есть плоскости, в которой крутится Земля. В основном все планеты с малыми отклонениями, чуть-чуть туда-сюда, очень малыми, находятся все в плоскости эглиптики. Ну, кроме Плутона, который находится в орбите, наклоненной под 17 градусов к плоскости эглиптики. Солнышко крузится, и его наклон, вот его экватор относительно плоскости эглиптики наклонен на 7 градусов. Все планеты вращаются в прямом направлении, то есть в том же направлении, в котором крутится Солнце. Солнце сюда, и планета вокруг него сюда же. Все планеты вокруг своих осей вращаются в том же направлении, что Солнце. Что вообще говорит о том, что они произошли из Солнышка. И совершенно непонятно становится вот это соотношение орбитального момента. Потому что если бы они вылезли из Солнца по всем правилам сегодняшнего, так сказать, представления о, так сказать, мировом пространстве, то они должны были бы иметь в себе тот самый процент орбитального момента, который они имели, так сказать, вот находясь в Солнце. То есть те же самые 0,2% на всей планеты. Они имеют 98. Это дождь, по-другому объяснению. Ну, дальше. Солнечная система, как известно, состоит из 9 планет. Десятый является пояс астероидов, который крутится как раз там, где полагается быть планеты. Что вызвало серию, так сказать, мифов о том, что там была планета Фаэтон, и цивилизация, не договорившись между собой, благополучно забрали ее вместе с собой, и с тех пор там, значит, остался пояс астероидов. Вот, что нам вполне светит, поскольку мы тоже способны вполне на такие же подвиги. Вот, значит, в Солнечной системе имеется всевозможный газ там, излучение там и прочее, и прочее. Ну и много чего еще интересного. Вот, по совокупности всех этих свойств, наша астрономия и космология не объяснили никак. Ну, просто констатирует этот факт. Вообще, я должен сказать, что в науке сейчас господствует феноменология, которая заключается в том, что рассматривается предмет сверху, вот как оно явление есть, и совершенно не рассматриваются причины, почему это явление такое. Почему это явление такое, какие причины вызвали вот это явление. Мы не знаем, что такое электричество, знаете, как студент спросил, что такое электричество, он говорит, я знал, но забыл. Ему говорят, какая потеря, никто не знал, вот один человек знал, и тот забыл. Когда вспомните, сообщите нам, пожалуйста, мы только хотим знать. Но в таком положении находится все, ну буквально все. Мы не знаем гравитацию, хотя каждый день ходим по Земле, и почему-то не вылетаем в космос. Значит, природу сильным веществом взаимодействия мы можем оценивать только энергиями, но почему она такая, тоже не знаем, начинают придумывать жуткие совершенно модели. Понимаете, замечательная модель глюонов. Это значит стоять два нуклона спинами друг к другу. Выбрасывают глюон, он летит туда и шлепает того сзади. Тот выбрасывает вот туда, и это сзади. Вот таким образом объясняется сильнее этого взаимодействия. Но умнее так себе придумать никто ничего не смог. И так далее и тому подобное. Теоретические навороты в физике стали ужасными совершенно. А наши философы просто разговаривают друг с другом на птичьем языке, которые кроме них вообще никто не понимает. Чем они вообще занимаются? То есть в науке явный кризис. Так вот, значит, если мы рассмотрим солнцевую систему, то мы должны обрестить внимание на следующий. Во-первых, в нашей Галайске есть два спиральных рукава. Ну, в нашей Галайске два. Ну, вроде бы в спиральных рукавах больше всего все-таки под рукава. Хотя, так сказать, можно там с известной долей фантазии придумать три и четыре. Ну, два. В Галактике имеется магнитное поле. В спиральных рукавах порядка десяти микрогаусс. Порядка десяти микрогаусс. Напишем. Далее, звезды Галактики располагаются в спиральных рукавах, как в трубах. В центре имеется ядро. И из этого ядро, вокруг которого основное количество звезд, то есть плотные звезды, там максимальные и молодые, причем, звезды. Над Галайскими сидит вот такая громадная шапка. Вот примерно вот такого радиуса. Здесь она не показана. Вот так. И старых звезд. Шар. Ну, в данном случае она нас не очень интересует. Из ядра Галактики во все стороны излучается газ со скоростью 50 км в секунду и массой полтора солнца в год. Значит, ну, как все это хозяйство вообще говорит, семиза, семиза. Ну, для начала докладываю, что вот этот магнитный поток, который вот здесь есть, значит, в эфире динамики интерпретируются как градиентные скорости струй эфира. И тогда понятно, почему сюда звезды влезли, как бы, по стенкам вот этой трубы, спирали, вот этого спирального рукава. Потому что их затягивают туда, где градиент скоростей наибольше, потому что, в соответствии, сбернулись там с чем угодно, значит, там давление наименьшее эфира. Значит, внешнее давление будет туда загонять. Ну, известный такой опыт, очень красивый, мне он очень нравится, я его видел, когда струя воды бьет снизу вверх, а на струе находится металлический шарик. Вот этот металлический шарик никуда не девается. Его солнечный на струе. Мало того, если вы пытаетесь его скинуть сюда, он немедленно возвращается обратно. Вот это фокусы градиентных течений, когда градиент создает пониженное давление здесь, а когда вы его отсюда выбросили, то здесь пониженное давление нет. Вот его загоняет обратно. Вот примерно то же самое происходит здесь. Значит, наша солнечная система находится примерно вот где-то вот тут. Она прошла вот отсюда две-три пути. Что здесь происходит? Происходит следующее. Да, и вот этот эфирный ветер обнаружен довольно давно. Значит, мне удалось найти все статьи, связанные с эфирным ветром. От Макельсона до Таунса. Они вот все здесь перечислены. Значит, это по разным библиотекам, по разным городам. Там все это было сделано. Они все переведены. Вот они найдены, то есть изложены на русском языке. И поэтому наши дорогие релятивисты, рассказывающие о том, что у Макельсона был отрицательный результат, то есть ничего не было, они врут. Это наглая ложь. И это научный подлог называется. И это все проявление идеализма в действии. Когда под выдуманную теорию начинают сортировать факты. Это мне нравится, я беру, это мне не нравится, я не беру. Значит, вот с этого момента, так сказать, показано, что на самом деле все не так. Все не так. Это первичные источники. И здесь ни одно слово не надо, очень тщательно отредактировано, чтобы, боже упаси, коммунистить себя с инженерами внести. Вот, значит, эфирный ветер. Сейчас продолжается работа по эфирному ветру в Харькове. Значит, вот на эту тему выпущена вот такая книжка. Юрий Михайлович Галаев. Эти работы проделал. Вот его статья здесь. Увидел свет в этом академическом Харьковском журнале. Значит, он полностью подтвердил эксперименты Миллер, ученика Минкелесона, который вот изложен их на счет здесь. Вот эфирный ветер. Таким образом эфирный ветер существует. Две струи. Вот эфирный ветер крутится вот здесь вот так, вот так, вот так, а потом его направление меняется, ну, как в ванной, вот когда крутится-крутится вода, а потом уходит туда. Вот примерно такая же история. И вот две струи на хороших скоростях, десятки тысяч километров в секунду, соударяются вот здесь. Что происходит? Вот здесь показано, что происходит. Любой желающий может взять каплю чернин, капнуть в воду и увидеть, как образуются кольцевые вихри. В капле, попав на поверхность воды, немедленно дает кольцо, больше она ничего не дает. Кольцо начинает дробиться, делиться, и вот повисает такая картиночка. Ну, я обычно, я ее и здесь показывал не раз. Значит, если у кого-нибудь здесь ручки перьевают, то мы и сегодня можем показать, это несложно. Ну вот, и в конце концов повисают мелкие, так сказать, колечки, которые какое-то время держатся. Но это в воде, не сжимаемый. А эфир – сжимаемый газ, сжимаемый в широких пределах. И вот такая штука. Значит, я здесь рассказывал, как образуется винтовое движение, почему винтовое. И вот уплотненный до предела, так сказать, вихарек, мы отрочисляем с протоном. Протон. Вот здесь образуется протон. И вот отсюда и сыпется в результате протонно-водородный газ массой полтора, солнца в год. Обнаружили это лаборатория бюроканская, амбрацумена, которые сначала думали, что там внутри находится очень какое-нибудь массивное тело, которое разлагается, выделяет. Им удалось заглянуть туда поглубже, оказалось, что там пустота, дырка. И вот из этой дырки вообще в сторону сыпется газ, и рождаются молодые звезды. Тоже в немалом количестве. Вот с позиции эфира энергии здесь все совершенно понятно. Этот эфир уходит сюда, здесь сталкиваются, образуются протоны. Протоны кучкуются, поскольку появилась гравитация. А гравитация появилась потому, что протоны имеют меньшую температуру. И вот здесь на уровне теплопроводности удалось впервые, собственно говоря, вывести закон гравитации. Он оказался чуть-чуть другой. Он умножается вот здесь на вот такое муторное выражение весьма, что означает, что гравитация не распространяется, скажем, от Солнца на всю Вселенную с обратным квадратом, ничего подобного. Значит, она распространяется в пределы Солнечной системы, а дальше начинает резко убывать. Значит, то есть вскрытие механизма гравитации дало возможность, так сказать, увидеть более внимательный механизм. Оказывается, что начиная примерно там с десятков астрономических единиц, дальше уже не квадрат, а резкое падение. И поэтому планетки-то притягиваются Солнышком, а звезды между собой не притягиваются. Там другие законы. И поэтому сразу убрался парадокс Ялигера гравитационный, космологические парадоксы. Сразу так все получило простенькое такое изящное объяснение. Вот звезды здесь у нас появились. Скучковались, появились. Но поскольку газ, расширяясь, удалялся со скоростью 50 км в секунду, то звезды будут созданы из этого же газа, удаляться ровно с такой же скоростью. Никуда не двигаться. Дальше у них две судьбы. Судьбы одних, которые попали вот в спиральный рукав. Одна судьба. И который не попали в спиральные рукавы. У них совершенно другая судьба. Нас интересуют тех, которые попали сюда в спиральный рукав. Они сразу попадают вот в спиральные рукавы. Вот здесь encourage уплотненная стенка спиральные рукавы. Здесь давление понижено, здесь давление понижено. А здесь уже давление более демее. Ставolds уравновешенное. И здесь это давление то, которое мы имеем здесь у нас, в околоземном пространстве. Но опять же для новичков, которые у нас первый раз докладывают, что диэлектрическая проницаемость вакуума, измеряемая в фарадах на метр, это и есть плотность эфира, измеряемая в килограммах на кубический метр. И таким образом мы, зная диэлектрическую проницаемость вакуума, это совершенно совпадает с воззрениями Фринелли, значит, начала 19 века. Вот просто так, на удивление, как так хорошо совпадает. Ну вот, значит, мы имеем, таким образом, плотность эфира в околоземном пространстве 8,85 на 10 минус 12 килограмм на кубический метр. Мы ее говорим. Так вот, Солнышко, двигаясь вот отсюда сюда, на встрече, будучи засосанным вот в стенку спирального галактики, попадает в градиентный поток. Причем, обратите внимание, что вот здесь поток эфира идет вдоль оси, а здесь-то он идет уже поперек оси, то есть он идет вот здесь так, крутится, 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 а поближе он уходит в этом направлении. Вот здесь изображается, что вот этот начальный этап, когда Солнышко попало вот только что в градиентный поток. Градиентный поток, то есть вот здесь, вот так она идет. Значит, градиентный поток означает, что вот здесь скорость верного потока побольше, а вот здесь поменьше. А Солнышко это такая рыхлая масса. масса существенно меньше чем сейчас где-нибудь порядка одной сотой от того что масса сейчас есть но и рыхлая вот она попадает в рельефный пожог что будет а вот закрутка значит вот здесь скорость побольше а у нас значит здесь известно лобовое сопротивление значит это так называемый царикс коэффициент квадрат скорости и площадь вот каждый протон этим эфирным метром будет смешать здесь ускоряться здесь но держали totalmente пропорционально квадрату скорости отыскать вот по своему а вот есть сколько ничек значит он будет замедляться посудом и в результате с дальностью начинается закруха нашего славного светила она начинает закручиваться но здесь есть вот еще два процесса 2 процесс заключается в том что под Hashem в гравитации вот это рыхлое масса солнца все время сжимается с момента образования вот как собрали газ вот с этого момента нам пришло сжиматься 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 и второй процесс когда в силу того что каждый протон каждый протон имеет меньшую температуру относительно окружающего эфира и поэтому газ в уплотненном уплотненный газ может там сохраняться потому что иначе бы он разбежался есть значит окружает окружающий эфир а окружение не только создает гравитацию которая вот сжимает солнце но еще заставляет потоки эфира поглощаться каждым протоном по всем случае концентрироваться туда и поэтому одновременно с этим сама масса солнца как и всякой звезды и как любого тела начинает значит идет сжатие и одновременно идет наращивание массы на каком-то этапе эти процессы уравновешиваются а далее значит начинается уже просто чистое распухание любого тела и в частности мы это дело очень хорошо видим на земле вот земля значит который тоже распухает земля который тоже распухает это распухание этому распуханию посвящено были минимум пять конгрессов австралии так и называется расширяющая земля и книжка кэрри который на русском языке к сожалению переведена без картинки которые в английском издании есть на этом здании там так стоит два симпатичных улыбающихся джентльмена и держит глобус большой на котором современный глоб только прозрачный а внутри глобуса маленькая земля который все материки всеми гранями соединены между собой не гандвана плоская нет а все они сидят все всеми краями они соприкасались то есть маленький шаг ну расчет показывает что где-то 375 сотых или 4 миллиарда лет тому назад вот этот раскол и произошел с тех пор материки отодвигаются друг от друга а по сетям всех океанов вывесли так называемое поднятие или глубин океанские хребты значит на этих ритах значит хребты составила устроена очень интересно вот такой торчок вот такой торчок а между ними расщилием значит французы облазили весь мир все океаны все море океаны измерили возраст пород и обнаружили что на торчке наверху это 5 миллионов лет порода у подночи 10 миллионов лет порода затем идет повышение возраста до 200 миллионов лет порода вылезли на берег 4 там четыре с половиной миллиарда лет значит таким образом поняли что идет так называемый спридинг то есть океанское дно вы выращиваете и уходит под материки вот это место здесь агентство но наоборот налезает на горы и вот как или разы здесь таким образом я про не появились и теперь уже удивляется что на вершине на верхушке там где за 3000 метров находит ракушки там и всякие там бывших головоногих и прочих на непонятно кого что он говорит о том что там было море на самом деле море там не было они вылезли из моря и теперь благополучно полезли туда и от процесс продолжается вот здесь и погло и тут непрерыванные складки вот ну и солнышко присвоить ровно такая история что это отвечает это означает да а солнышко за это время перекричевала из этой области вот сюда а здесь то теперь эфирный потом дует ее макушку и вот по данным миллера 25 года измерения мы обдуваемся эфирным ветром со стороны звезды дзета созвездия дракона это 26 градусов от полюса мира а совсем не в плоскости эклиптики как искали эфирный ветер что здесь вот в этой плоскости должен быть вернеться нет он теперь дует вот отсюда и дуя отсюда он уже никакого почти же влияния на раскрут орбитальные моменты не оказывает но это не может мы тут проскочили но и что происходит дальше солнышко накопив вот здесь некоторые некоторые вращательные момент вот он благодаря вот этому делу продолжает сжиматься а момент она уже накопила на и по мере того как он сжимается он начинает крутиться быстрее и наступает такой момент когда уже приливная волна силу неустойчивости поверхности образовавшейся на солнце может оторваться значит врача покажу что здесь более чем достаточно центробежной силы для того чтобы она оторвалась но поверхность вся закручена вот здесь вот она уже вся закручена вот в этом направлении потому что по мере сжатия внутренние внутренний газ экранируется от эфирного метра но постепенно наружно еще пока нет и поэтому здесь вращение то есть вот этот слой здесь движется быстрее чем внутренний слой и когда эта часть от оба этой волны оторвалась то окажется она внутри вся уже опащена вращением это не бедня распадается на габрики планеты который уже сразу крутится так как им полагает окрутиться вот здесь то есть прямом направлении что происходит дальше происходит в следующий что солнце еще не вышли за топливо здесь значит потоки вот такие вот такие и тогда получается что оторвавшиеся капли здесь вот здесь разгоняется а здесь тормозит а здесь тормозится здесь раздельца здесь тормозится но разум больше чем торможение и в результате подгоняет 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 и начинает накапливаться в метальный момент вот она значит и вся эта система здесь направление эфирного вета меняется он начинает дуть уже почти перпендикулярно эклиптики на все эти разгоны прекратились значит ну свое дело так сказать здесь сделано вот примерно положение значит солнечной системы существует аграя зависимости титиуса бады это геометрическая прогрессия в соответствии с которой расположены планеты вот по этой самой зависимости геометрической прогрессии еще здесь существует такой интересный момент как солнечные пятна с солнечными пятнами положение чрезвычайно интересные значит они образуются вовсе ни на чем солнце они не образуются в полярных областях примерно градусов 20 и не образуются в квадриальных областях примерно 20 градусов туда щита то есть вот нарушая роте примерно плюс-минус 20 градусов от экватора а в этой области образуются причем они образуются в двух видах первый вид это отсутствие мило нет есть вот смотрите вот и солнышко вот условно говоря вот его реклама но мы здесь временно пренебрежем его наклоном всем всем значит и градусов и получается так что вот здесь не образуется вот здесь не образуется а вот здесь образуется вот вот в этой области так это можно вообще говоря трактовать вообще вообще что такое солнечный пятно окажется два типа солнечных пятен существует но я поставил так монополярные когда одно пятно торчит и биполярные когда два пики вот когда-то все два пятна то тогда всегда одно а точно отознащitляется не так что оба пятна северная вот как магниты полюса север-север-север что нет такого если есть пятно с двойной то обязательно один полюс северный другой север полюс южный то есть они соответствует ну если мы имеем вековое кольцо а вот я полежу и вот здесь у нас имеется вращение вот такой то вот здесь теле солнце вот эти выходы мы видим и поскольку здесь движение будет вот так один движение так то мы и будем отрежислять вот этот выход северным полюсом скажем а вот это выход с южным здесь дальше все это хозяйство поскольку здесь уже нет только плотный среды как здесь вот эта вся часть значит расширится очень сильно мы ее не видим мы видим только вот эти самые выходы вот двойное двойное пятно но может другой вариант когда у нас второе если мы его вот так разрежем если он уплотнен то он будет вот так вот широко вот смирчи земные все имеют вот такую большинство тогда мы видим вот эту часть а вот эта часть которая разошлась широко так сказать второе это обратно мы ее просто не вот это динарный кольц значит во всех случаях нам нужно область вихре образования чтобы они появились вот на область вихре образования если у нас ну обычно напряжен кольцетрях если у нас солнце вращается если у нас если у нас солнце вращается то тогда оно должно работать относительно эфира я делаю значит как центробежный насос это означает что потоки пера будет отсюда сюда нам же это вот так и тогда вот здесь в этой области вот здесь градиент с их скорости нет так вот это и есть области вихре образования и таким образом так сказать здесь мы получаем простое механическое объяснение появление всех этих пятен почему они именно здесь они где-то в другом месте что дальше дальше вот эти потоки надо движутся значит они здесь создадут второй такой же потоки больше уговорить и вот в этих местах у нас будет область наибольших градиентов скоростей вот это все пойдет более-менее в области эклиптики значит вот эти 7 градусов которые на меня наводят некоторую тоску значит потому что они прямо не объясняются да не должны лежать вот это полос ты должна лежать прямо не но объясниться могут следующим что пока солнышко но как не пользуется пока солнышко идет отсюда сюда она испытывает гироскопический момент и таким образом так сказать внешняя сторона наиболее подверженная она могла повернуться вот так как раз за все эти миллиарды лет значит да вот эти самые 7 градусов но это требует дополнительного так стать исследования и анализы потому а все остальное так сказать то есть верхняя оболочка солнца не соответствует несколько внутренним течением потому что вот это вот вот эта штука определяется всей массы солнца не только внешнем течении а дальше вот эти вики своими размерами будут в точности соответствовать будут в точности соответствовать геометрической прогрессии и планеты все будут засасываться вот в эти самые узлы что и соответствует вполне закономерностям чистого сабады значит получается так что мы более не менее единым таким механизмом значит охватываем вот все устройство солнечной системы но не совсем дело в том что солнце системе есть еще один элемент так сказать экзотически это кометы нас планеты более-менее разобрались что дальше планеты должны были произойти от солнца накапливают они орбитальный момент соответствии вот со всеми этими эфирными потоками все здесь люди хорошо с планеты фаэтон предположение тоже разобрались жили-жили потом надоело жить в мире и спокойствие взорвали планеты на то успокоенность может быть так значит а с кометами не разобрались с кометами есть еще но прежде всего шутку комета комета это небесное тело который крутится не по орбите относительно круговой как это торцы и курится все планеты они имеют эксцентрический сет очень небольшой все а планеты слава богу некоторые кометы выходят за пределы солнечной системы потом насчет почему-то возвращаются обратно все-таки возвращается удлинен есть кометы корткой живущие но рассчитается несколько десятков лет есть кометы долгоживущие это значит тысячи две тысячи лет но по астрономическим меткам это все абсолютно мизер это никакие не миллиарды и комет нашей солнечной системе ни много ни мало как десятки миллиардов не то что вот нам показали кометы нам показывают те кометы которые мы можем увидеть невооруженным глазом чтобы мы так сказать придали значение тому что астрономически делом занимается что они это с этим надо счет и видит и счет нам рассказывают вот иначе чтобы мы о них не забывали ну вот потому что кометы все время наблюдаются значит наблюдение ведется примерно за тысячу кометами вот значит на предмет того что не шлик если какая-нибудь из них на землю виде создатель нам тут какие-нибудь дополнительные бред вот но их с кометами всегда были связаны разнообразные так сказать предсказанием скажем комета 1810 года предсказала войну с наполеоном значит комета галия который вернулась в день в день как было предсказано по закону ньютона значит это был величайший триумф вообще закону ньютона который до этого время практически не признавался а то значит признали вот там своя была история очень интересная такая уголовная история была о признании законом семерную тяготельку она длилась лет 200 вот значит на комета комета обладает интересным свойствами во первых пусть того как кометы вдруг почему-то исчезла окажется что она исчезла не полностью она и вместе оказался уровень тей это установка второе комета пока она не исчезла обладает хвостом а то и двумя один хвост широкий направлен как правило от солнца другой хвост узкий направлен ровно в противоположном направлении то есть он узкий и торчит вперед он молодец ну давайте посмотрим ну вот комета это комета широким а с узким простого телена торчит вот комета широкий задний а бывает еще такой иглообразный хвост вперед которого выходит вперед на черное сколько и астрономы вообще ничего футбол сказать по этому вопросу не могут по той простой причине что скорость этого хвоста вперед должна составлять там громадные тысячи если не миллиона километров в час огромный причем такой иглообраз это все на фотографии сказать не включено вот с позиции эфир динамики как все это дело будет земля и все планеты вообще все небесные слова облачали первым вот здесь показано что вот слой эфира уходит к земле при этом вот внутренняя часть этого слоя ускоряется быстрее она ближе к земле а дальняя часть ускоряется медленнее а поверхность вот этой сферы по мере приближения к земле сокращается пропорциональных квадратов так вот оказывается вот здесь показано что объем вот эта самая сфера остается постоянно то ровно настолько насколько увеличивается вот этот благодаря радости ускорений толщина его растет этого слоя а про это сокращается произведение дает от постоянно мельчина что съесть все означает что эффект бады землю как твердое тело не претерпевая никаких одиопатических изменений а это скорость мы знаем это вторая космическая скорость и таким образом мы знаем скорость вхождение эфира в землю так как его все небесные тела с очень и плотность его мы знаем а зная плотность мы знаем превращение массы любого небесного тела вот здесь она не показана что значит для всех этих величин вот примерно там порядок 10 минус 17 секунду что означает что за 3 и вот 7 десерта миллиарда лет мы имеем отмечу на постоянный постоянный времени что вполне совпадает со всеми геологическими данными о том когда вот раскололась там ставил пухну там и прочего с австралийским всеми этими конгрессами это все так сказать здесь в одном месте и все совпадает приказа что за 3 значит что отсюда вытекает отсюда вытекает следующее что с одной стороны вещество значит увеличивается и так ведь мы видим есть у нас конечно замечание это сайт сомнений на тему о том за счет чего увеличивается за счет того что каждый протон пухнет или значит это самое электрон оболочка соответственно пухнет что тоже в процессе или что образуется новое вещество в результате того же самого деления вихрей значит это все подлежит так сказать дальнейшему если но так иначе пусть но не весь эфир усваивается вот веществом не организованная толпы эфира бродит где-то там по изоляторам в основном где-то накапливаются там и все прочее но все время течет наружу но течет наружу уже закручиваюсь и вот это есть по всей видимости те самые геопатогенные зоны которые многим из нас портит жизнь и даже мы не знаем часто об этом значит почти во многих квартирах есть геопатогенный зон вот именно такого диаметра у меня например кабинете она есть слава богу я на ней не сплю ничего рядом но я не так сказать об шубу ну вот значит они еще на этих местах они еще очень крупные они сняли ими толком никто не занимается но например если его поставить на такую геопатогенную зону круглого масштаба или геологический разлом поставили 4 энергоблок атомной электростанции то вы получите чернобыль который мы получим а сейчас у нас тоже самое как сосредоточить нам с ростовской аэс и там эти самые тетки с плакатами ходить не зря потому что значит вот тоже ухитрить воскнуть похоже что начать на геологические разломы а делай себе разломе никто долго не занимается в порядке любительства в этом случае совещание которым я даже присутствовал в котором выставил пожелание чтобы все строительные площадки были обследованы хотя бы вот лозоходцами нашим белокарточник который у нас москве топы бросить неорганизованы значит и которые могли бы как привести свет такой вопрос а как академии наук на это смотрит на что был ответ что академии наук на это никак не смотрит ну а тогда чего же вы хотите ну как чё хочу я хочу чтобы больше черного линия больше ничего не хочу ну вот ну вот понимаете стоит ну такое некомпетентное ощущение мы не можем так все принимать во внимание и принимайте получим дежурный чернобыль вот в этом случае это все это конечно нужно один-то простое взять десяток от этих самых биолога тачиков чтобы они не зависимо прошли площадку независимо составили свои карты значит и наложили друг на друга набрали статистику учет делать медицины когда она ничего не знает статистику то же самое здесь вот так вот геопатогенные зоны но бывают случаи я думаю что их немало когда эффект накапливается накапливается меняя свою температуру и прорывает пород что происходит при вот здесь поверхность а вот здесь где-то накопился уплотненный а вот здесь есть и первый проводник например виде какой-нибудь гранита или любой породы имеющий повышенную диалектическую проницаемость и пониженную электропород вот эти довольно но вот струя эфира права вылезает сюда выскакивает и сталкивается с пространством в котором где электрическая проницаемость равна относительно единица а здесь у него было скажем 2 3 4 то есть это эфиропровод а это эфиросопротивление что она сделает она образует торт этот торт самого начала имеет устремление вот сюда потому что он отталкивается как колесный проход от окружающего пространства во первых он по инертилити он забирает себя во всю вот эту породу а силы там слава богу значит сгребает часть породы вот сюда здесь образует холмик а часть порода выбрасывать сюда и здесь образуется канцеловал а там уходит туда вот нашли пару вот под руководством одного здесь присутствующего молодого человека и в этом году был на кольском полуострове ведь мы сейчас сидит смотри на меня вот голубой и мы с ним обнаружили что на кольском полуострове огромная масса круглых озер диаметром метров 25-30 и кочки у них по бокам немножко подняты ну поскольку там уже болото давно то есть ли там среди не горько и не есть но лет восемь тому назад всасывает здесь здесь уже 10 как быстрее только вчера самое в бане было уже год прошел 10 10 10 лет назад сасы произошло некое необъяснимое а именно где-то в 5 часов утра полутора километрах от сасовской карской границы значит неизвестное явление утащила в космос 1800 тонн породы вырвала ямку круглую диаметром 28 метров середину с грибло рыхлую землю по бокам рассыпала холмик такой рыхлый значит тоже метод пол метра по моему высотой глубина этого самого полуотороида 3,5 метра все двери и окна у всех домов которые находились полутора километров были всосаны сюда не взрывом выбиты туда обсосаны сюда они все видите вот значит и телеграфные столбы которые стоялись они наклонить наклонить к этой воронке отличие то что он просто исчез но сначала прибежала милиция потом прибежал академии наук и единственный человек который кое-как разобрался в этом деле это был анатолий федоров черняев который писал потом книгу камни падают у него скажите какие-то будут сасывать так кто знает где состава сасово рязанская губерния рязанская губерния рязанская губерния от нас тут совсем рядом таких мест на земле тьма и значит есть карта на которой показано так называемые астроблемы диаметром меньше 50 километров там нет от 50 до 120 километров она у меня где-то есть куда-то не конечно сумму но вот значит но есть на ней 120 таких мест одно из них это куча шкатулская астроблема она находится значит в ивановской области отсюда километр 400 значит диаметром 80 километров посередине горка 1900 метров по окружности холм их высотой 500 метров там давно живут люди там их дороги города там и проще и проще и проще и когда все это произошло никто не знает но она вот пожалуйста у нас она описана в астрономическом вестнике за январь по-моему года прошло года так где-то здесь все-таки слазили туда и все ее проверяют вот таких мест на земле много а если посмотреть на луну то она вся сплошь в этих самых астроблемах там есть астроблем несколько штуки по тысячи километров а высота холмиков которые насыпают эти штуки больше десятых километров вот и посередине горка на фотографии это очень хорошо видно а дальше плоско говорят покажи это кратер это метеорит шлепнулся как-то он через на бок шлепнуться когда значит такая ровная так сказать самая площадь огромные и совершенно строгий круг совершенно строгая горка посередине ну как там метеорит был таким а физик то нам это все строится вот только вулкан то что такое что сделать ему крест очень расцепит что-то около себя но тем не менее такой еще видят козлик николай еще лучше как увидев начало это значит в кратере альфонс это вторичное было такое дело кратер альфонс пошел пить чай на это пропил чай значит за это время все явление кончилось оно длилось не более трех с половиной минут потом он написал что это лунный вулканизм подтверждающий но три с половиной минуты вряд ли действует какой-нибудь вулкан такие вещи наблюдались на марсе десятка полтора раз из из тех которые увидели значит выглядит так что блеск очень быстрое расширение на несколько соток километров ярчайший как водородной бомбы тоже причем буквально там весь процесс длится даже доли минуты ну вот с этих позиций это все отношение становится более-менее на место вот мы получили кометы что значит с этой кометы на все они могут быть и разных денег на представляющую битер мог их накидать больше вообще все планеты таким образом рождают кометы происходит это довольно регулярно отсюда и десятки миллиардов и в платье в системе есть две гипотезы о том откуда вообще берутся комета есть не пользуется всех светского советского астронома когда будет но это конечно вулканы наш вырели но не проходит ни по киме и второе есть голландского оорта астронома который сказал что на расстоянии сотни тысяч световых лет от земли сотни тысяч чего-то на все и находится пояс аорта то есть не много комет и время от времени эти кометы и так сказать туда оттуда вышвыриваются в разных направлений попадает на землю ну вот начинают вокруг значит солнце крутится вот таким образом что очень такая тоже скользкая носа возникает вопрос оттуда не там берутся ну а тут все просто езды вот что происходит с этой кометы дальше дальше конечно вот нет вот здесь ничего не добавить вообще правилам каждой динам можете титул поскольку вот эта площадь значительно меньше чем вот эта площадь здесь скорость будет резко больше чем вот здесь она идет трется в эфир и постепенно теряет свою энергию а всякой дымовое кольцо которое в газовое кольцо туда она теряет энергию она увеличивается в габаритах и она вот здесь ограничено пограничным слоем который так сказать то что наружу не пускай а внутренне легион тоже очень интересно у него внутренней скорости больше чем наружность значительно и градиенты скорости соответственно даже больше и поэтому любое вещество которое сюда попадает абсолютно любое она размалывается до наклонов а помимо того как скоростенки здесь начинают падать они начинают падать потому что кометы начинают расширяться то они начинают кучковаться в материал какой в первую очередь в железо почему железо потому что именно железо до фирм 56 дальше имеет максимальный максимальную связь между наклонами вообще она формируется главным образом по альфа частицам или значит состав ветерей которые потом остаются здесь они так сказать более менее соответствует вот именно такому раскладу там правда попадается любить который имеет пол альфа частиц на одном конце ну наверное такой вариант тоже здесь возможно но по крайней мере максимум по максимальному то есть начало формируется альфа частиц потом они начинают складываться наши железо до 14 частиц вот значит когда все это конец распадется вот останется раме теоретов вот такого состава ну значит теперь по мере того как вот этот вот это слой сначала пухнет а потом уже вот это потому что дискуте больше значит он начинает выбрасывать сюда все что у меня там было накопилось когда все время выбрасывать значит этот хвост конечно отбрасывается лучами солнца как мы и полагается но самое главное что он становится виден в районе солнца а там он дальше не виден был он никуда не делал все время есть но в районе солнца он виден а совсем не потому что там ледяное ядро там испаряется там и так далее но затем наступает момент когда они только вот это слой но и этот слой это сайт начинает пропускать но скорость здесь больше вот она начинает прекрасно тебя я не деды вперед вот мы получаем так сказать вот такое незамысловатое объяснение вот этого механизма который здесь может быть и знаешь кометами тоже будет не ну комета значит нарождаются таким образом исчезают именно все эти времена как раз то получается такие как вот они они пришла собственно речь вот ну и значит таких крупных загадок вот таких принципиальных значит вроде бы течь уже не осталось хотя конечно возникает масса всяких других вопросов по солнечной системе сказали разобраться еще придется долго ну вот на этом плакате изображено то что меня одна снимал двадцать пятом году на шеферный ветер как он дошел до жизни такой вот пограничный слой они могли объяснить почему приближение к земле скорости базы а ты теория пограничного слоя висит четко тесто вот пожалуй первым приближение и все что я должен был заполченную доложить давайте вопрос вопрос но наверно по света по сфере и по движению планета можно наверно выяснить адрес откуда стоильная планете это комета были на группу по планетам вот а ты петерянская группа планета земли на этот марсинской резисками вот когда группа комет вот это известно значит но я думаю что можно наверное это сделать и более точно но надо так себе предполагать это как исходный гипотинга дороги чем заниматься а если у вас гипотинга то что все это от небеси и на господь бог или там пояс аорта что в общем одно и то же понимаешь тогда и заниматься ничего а тут чем хорошая эфир динамика вообще так попал в каждой области которые вот она коснулась возникают новые проблемы которыми надо заниматься вот в электродинамике например там целой серии самых разнообразных проблем и эксперименты появились новые там тогда но это отдельный разговор но принципиально появляется вопрос возможность проверки понимаете как шутка так сказать предсказание там в том что вот это так вопрос ваша почему объясняется высокотемпература сон высота температура солнца прежде всего объясняется тем даже как и любых звезд что когда у вас вот здесь как образовываться это такое дело что что такое высокая температура высокая относительно но но когда вот здесь эфирный ветер сюда ворвался со скоростями десятки тысяч километров в секунду еще тысяч километров и здесь образовался газ то этот газ изначально горячий вас рога речь и солнца скомпонованные от чудо а ведь под его действием гравитации то еще собирается опять вина и добавляется то вот результате мы получим такую высокую температуру поэтому не карту не топ 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 я а я совершенно забыл вам один момент сказать очень важно ну потом напомнишь один я уже вспомнил вашим воздействием дело следующее что по всем параметрам солнце давно должно было давным-давно показывать если она имеет энергии источник ядерную энергию синтеза оказывается там минимум на два а то и на три в четыре порядка не сходится так все переменную фактор но если она должна была давным-давно исчерпать водород который превратился гелий этому все должно было кое-что она не качается в дорог там еще есть дело в том что там же посчитано сколько она излучает и сколько в этом есть так вот судьи потому сколько она изучается сколько есть энергия должна была давным и всех на изучать вот она не щекает и не собирается даже не знаю что она должна быть а дело ва какое дело в том что основным двигателем всех этих излучений является тот же самый протон и те же самые электронные оболочки которые получают энергию от протона знать протон как махабих а энергетика с этой точки на протоне многократно превышает ту которую считают пейнштейн германом c квадрат потому что цикла просто ни при чем никакого отношения скорость света не имеет он курится как волчок значит скорость его на поверхности нам сегодня известно она подсчитывается по газовой механике достаточно несложно и скорости там порядка тоже те же самые 10 23 10 24 метров в секунду и поэтому каждый протон посчитанную и в энергии протона посчитанные вот из этих соображений по сравнению с энергией протона который посчитывается пейнштейн ну так сказать на десяток порядков выше то цель больше я сейчас цифру не помню они у них есть месяц но она многократно превышает то который в части не цифру а он является тем самым маховиком который круто электронная баллыша и если по нему стукнули а там штука не происходит непрерывно поскольку это шутки газы и доставили то возникает волны поверхностные эти поверхности волны разбирает эффект и создают непрерывное излучение понимаете что это все вот это кинетическая энергия его и за время существования солнце это кинетическая энергия будет истрачена на малые доли процента протон разваливается совсем не потому что он исчерпал свою энергию вот в этом излучении нет а потому что просто-напросто в результате вот непрерывно вот это самое идет диффузии вихря даже если он был совершенно спокоен и вот это основной таксель процесс а это все мелкие так сказать мелкая река на изучение она своей основе имеет шутку самый энергоэфира она очень большая и значит в конкретных механизм реализации этого тоже сказал энергия из протонов поэтому значит солнышко у нас погасит конечно но так сказать еще некоторыми у нас есть чтобы осознать что эфиром нам заниматься сколько мы можем оценить это дело примерно так что значит если вот здесь у нас скорость эфирного лета вот эта составляющая составляет 7 километров в секунду одни было 50 20 примерно так же но считается что солнце делает один оборот на 200 там миллионов лет но я думаю здесь очень большие натяжки потому что опять же метод измерения что за что принимать потому как вот этот спиралью рука в пространстве вроде бы так стоит и стоит ну как вот знаете вот вода течет а на поверхности надо такие вот волны образуются вот в этом в ванной они стоят вот здесь у нас получается что куда крутится теперь крутится вот так и уходит сюда звезда идет сюда туда-сюда понимаете вовсе стороны и она существует очень неведомо сколько миллиардов и какой взаимодействие между галатскими какая-то отдельный вопрос но вот но это вот так что миллиард другой третий мы еще можем прожить так сказать не задумывайся у нас на земле процесса более быстротично вообще напоминает оба вопрос такой старый анекдот в одной независимой стране лектор читал лекцию и сообщил что солнце погасит через девять миллиардов против но за не началась паника значит один совладал собой не значит закричал через тихи через тихи через девять миллиардов ротик сказал гектор панику легла слава богу воскликнул слушать а то попаду что через девять миллиардов через девять миллиардов что там будет кому чего я говорю что я как бы свою сточу так и закончил что таким образом у нас останется время на то чтобы поддержки эфиром надо заниматься только скажите солнце нет электронных оболочек там температура слишком высокая что мы не тогда просто не подходит это может искать как войск вы говорили потоки эти не не сама низу не замыкаются ну хорошо я скажу я хочу добавить что то очень дорогие значит и хотя я занимаюсь этим все-таки довольно давно но в человеческих мерками с недели миллиардов это поменьше значит новодица вообще занимаюсь значит плотненько значит то это только приходит так сказать кончик покрывала на бездны проблем и который просто показали что вот в этом направлении пора начинать пахать независимо от авторитета очень наука не должна приобретать так сказать признавать авторитета вообще никаких ну вот а у нас там он действует сказал кто-то великими значит все так образовать пожелать получен эфирный ветер значит там другая совершенно схема измерения значит там изменить схема измерения заключается в том что на крыше физико-технического института харьковского академического значит стоит антенна вот здесь и хобби а вот здесь где-то там стоит школа номер не буду такой на лице и таранта водитель нас километров значит измеряется паза между вот этим лучом и вот этим лучом значит измерение поставлен достаточно серьезно вот единственное замечание было когда их никто до достигла что ребята когда вы так делали бы молодцы вы сделаете теперь то же самое и одновременно обратно а это то чтобы туда намерили телеметрии передачи сюда вот все это конечно проделан в результате самая работа ставилась совсем не с этой цели они значит как правоверные радиофизики должны были знать законы распространения миллиметровых волн конкретно 8 миллиметрового диапазона значит в зависимости от метеоусловий вот чем они занимались и когда они несколько лет уже вот проковырялись здесь но не обнаружили а у них автоматическая запись идет круглые сутки не даже вот круглыми годами то они обнаружили что имеется суточные вариации имеется годовые вариации которые неизвестно откуда берутся ну нет объяснили все в это время как раз возвышу моя книжка вот это эфирный ветер и кто-то посоветовал значит ребята а вот такую книжку видали не видали но там конечно все ерунда написано все это не может быть посмотрите на всякий случай посмотрели и обнаружили полную корреляцию после чего не за меня зацепились я туда съездил и предложил значит сделать второй канал обратный для того чтобы на сумме показаний определить метеоусловия а на разности показаний верный ветер что они проделали ну вот в результате значит появилась вот эта статья значит в конце концов не долго не хотели печать она обсуждалась там всячески потому что значит он потом сказал что один когда он докладывал то один мужик встал хлопнул дверь и ушел будут против рейнштейна там и так далее поймать такие значит эмоции ну вот но принципе вот она вот эта статья вот галаев значит называется она по-другому эффекты эфирного ветра в опытах по распространению радиоволн институт радиофизики электроники нам украина национальный академии наук украины и вас просили какой эфирный ветер они обновлены сколько а сколько полтора километра они сидят на поверхности значит он вону 1600 значит на колебельянских высотах свое время был обнаружен ветер три три с половиной километра в секунду а если это поверхности значит вот они поменьше 1 значит 1600 чем он там цифры приводит а на маунт-вилсон это 1860 метров там уже было 8 10 километров в секунду это вот статьях миллера есть миллер об этом докладывал в двадцать севом году 4 5 февраля 27 года на той же обсерватории маунт-вилсон значит но там приняли сведения и собственно говоря на этом все кончилось потом значит мэгельсон сам в двадцать девятом году на той же горе маунт-вилсон построил дом фундаментальный значит получил 6 километров в секунду миллер особо следил за тем чтобы домик был так сказать легонький и чтобы окна у него были закрыты президентом так сказать не что не мешало предпринимателей ферли вето но мы к листок тому время был богатый человек он решил что это ему так сказать не по престижу и построил фундаментальный дом и что так с толстыми стенами все как полно но и получил 6 километров секунду что конечно не умиляла что престиж престижим а эксперимента эксперимента но он что-то получил мало того у него было два помощника пис и пирсон они описывают что они сначала интерферами поместили над полом потом под полом вот получили разные там данные там все такое ну короче я все дело нашел все это перевел и таким образом сказки о том что макельсон имеет отрицательный результат от сказки сказки дядюшки рибуса они подтвердили миллера но там какие-то есть отклонения у них у них нет не то что они а то есть за счет местных предметов ведь миллер сидел калифорнийских хребтах понимать конечно что конечно должно было как-то сказаться вот на общем но все-таки вдоль хребта легче идти чем поперек там ну и так далее понимаете я говорю что это все подлежит самое правильное было бы выносить конечно эксперимент на спутнике и есть сейчас мне этот очень простой который может вообще говоря собрать любой радиолюбитель эксперимент первого порядка то что мы сделали но к сожалению вот наш институт не в том положении чтобы дальше можно было продолжать это действие речь идет о лазерной скамье вот есть лазер значит надо брать лазер с рыхлым лучом с рыхлым значит самый лучший лазер в этом случае самый старый это гелий неоновый лазер вот такая дудка вот такого диаметра вот значит в между зеркалами погнали у нас было 7 метров оптического пути и затем здесь на конце стоит оптический детек который может следить за кончиком луче и мы запись вели в течение суток но иначе были что не только есть суточные вариации значит есть еще на них накладки разнообразным я их там описал эти самые накладки значит солнышко видимо нас обстреливает фото на обратными структурами надо еще надо делать вот такой очень простенький прибор надо выносить на спутник есть к тому времени у нас будут хоть какие-нибудь спутники вот и там конечно в тени земли и проверять все это хозяйство в лучшем виде тогда никаких местных предметов ничего это где он будет ваш вопрос как вы думаете солнечной системе есть две группы планет планеты земной группы и меркурий венера земля-марс они из тяжелых пород и и другая группа планет они из газов там любитель сатурн вот как по вашему чем это разница я не знаю я не знаю в общем то я значительно больше не знаю чем гипотезу можно вот у него и гипотеза на этот счет ну вот если правильно то что владимиракимович рассказывал о происхождении наших планет а похожим на правду вырекович правильно я понимаю что дальние планеты образовались раньше ну вот размотала там поверхностные слои у солнышка раз капелька отлетела да и мы не он потом размотала следующую следующие отлетела но вот если так то тогда возможность был связано с тем что ведь тяжелое ядра тяжелых элементов возникают в звездах в результате ядерного синтеза постепенно да вот и может быть просто те дальние планеты образовались раньше когда еще не было тяжелых ядер ну или их было мало да вот а более ближние планеты образовались попозже когда уже тяжелых ядер в результате ядерного синтеза насинтезировалась достаточно больше ну гипотезы я сомневаюсь почему дело в том что время от времени наши славные планеты выстраиваются на одной линии последнее такое событие замечательное который бывает раз 26 тысяч лет произошло недалеко 5 мая прошлого года его последствия мы хлебаем до сих пор еще года два-три будем хлебать в виде там разбаланса климата и слава богу даже на 2000 год через этим предсказывался конец света но как-то вот обманули очередной раз отменить очередной раз отменили вот значит но тем не менее раз они собираются в одну линию то похоже что они выскочили все одновременно в этом случае к этому больше я думаю здесь может быть сказано другим понимать это сейчас не скажет никто но для то думаю но можно что вот выход вот такой капли сюда вот 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 такая капля должны выскочить то тогда дальние планеты будут поменьше ближе это поменьше а серединка будет так сказать побольше этот факт что она вышла побольше может быть она оказалась устойчивой в том смысле что значит вот не так быстро там образуются все эти тяжелые элементы вот может быть вот здесь надо поискать во всем случае я думаю что с этих позиций появляется возможность еще и геологам там на чем-нибудь подумать потому что то что иногда рассказывают геологи а тут одного мы слушали совсем недавно но иногда достойно удивление понимаете ну вопреки самой разнообразной улице ну вот потому что у них же так понимаешь кистове у них же там все время концепции вулканисты и нефтунисты катастрофисты униформисты и но вот сегодня появляется у нас новая вот она вы теперь все совершенно правильно там найдется еще какая-нибудь вообще чем глубже и чем дальше тем больше борьба концепции потому что если не знаете еще те не знают ничего но за то владимир и пожалуйста в рамках вашей гипотезы какой-нибудь модель проводился в рамках гипотезы образования солнечной системы хотя бы числе доклада нет хотя бы числе это полностью перечеркивает предыдущий потому что численные расчеты есть значит и все численные расчеты 8 очень хорошо совпадают как статьи самых разных областей конце все сходится очень очень неплохо ну вот значит откуда в частности взялось вот уточнение параметров эфира я же вот у меня здесь написано действие старой степени значит энергетика джон но это была нижняя граница исходя из сильного ядерного взаимодействия и в этих вопрос о том что пода точечную характеристику не подходит устойчивость протона вот как плотного движения пришло пересчитать как нижняя граница осталось но на 4 порядка поднялась энергетика ну вот теперь и это так сложилось но опять эта нижняя граница я думаю так что здесь с точки зрения всех расчетов должны пора включаться сюда газовым динамикам еще раз говорю что к сожалению само состояние газовой динамики таково что в ней масса масса дырок то что можно было использовать но вплоть до того что формула по которым вот эфир надо было сейчас считать как газ просто нигде в одном месте не собранных их пришлось вытаскивать из молекулярной наш кинетики из вообще кинетической теории материи еще это самое темиряйте когда занимался там и тогда и отовсюду но пока появилась какая-то странная система которую уже можно так сказать пользоваться и проверять но самое главное что в газовой динамике отсутствует целые разделы которые нам нужны взаимодействие струй пониженной плотности газов взаимодействие винтовых струй последний занимался граммека профессор казанский 1888 что он там на заниматься когда газа динамика просто еще не было понимать а сейчас это становится главным инструментом взаимодействие винтовых тароидов и так далее и тому подобное то есть оказалось что значит скажем самообразование газовых вихрей ведь это же анекдот я в жизни не прослушал ни одной лекции по газовой динамике я знаю процесс образования их лучше чем те которые профессионально занимаются этим делом они натыкаются немедленно второе начало термодинамики и на этом останавливается то целое дело а при чем тут плазменный эффект что то как был газ так он газом и остается а плазма это что не газ газ ну какая разница в этом смысле разницы никакой здесь нет плазма это четвертое состояние вещества как мы понимаем но значит и уже агрегатом состоянием его назвать можно так снять соля натяжкой потому что просто газ есть газ и это тоже газ но он ионизированный скажем что что ну и что это вторичное явление достаточно мелкие достаточно слабо энергетические они никакого здесь то есть все зависит от задачи которые вы ставите если задача в которой вам нужно учитывать эти магнитные поля ну тогда конечно бог а если у вас задача не это а посмотреть общую устойчивость и так далее тогда чем-то можно поднимать но в каждой задаче у вас есть главный фактор и сопутствующий сопутствующий так ваш вопрос скажите насчет вращения планет относительно солнца они в ту же сторону тоже это точно как суда и это одна из загадок солнечную систему почему это называется прямое вращение вот солнце вращается вот так и все что вращается также называется прямом вращение а то что в другую сторону обратно так они все вращаются при обстанной врач и собственный тоже прямой шестом то же самое в этом же в этом же все дело понимаете в позиции того что у вас здесь у нас загрузка превзошла с наружных слоев это как раз объясняется легко потому что наши уважаемые то есть астрономы не имея ввиду этого механизма вообще просто ничего не услышать на счет они констатируют как факт до обращаются кстати сказать четыре спутника юпитера внешних вращаются в обратном направлении внешне значит 8 вращается как надо а 4 почему-то в другом направлении для меня закатка тоже надо так сказать соображать что-то там и что-то где-то еще чего-то говорит о том что это следы соударений каких-то тел землю картина таскать всех их высоток спаденок абсолютно одинаковые центре капля и гора по бокам кольцевая горочка а в средине таскать лиги точно также в принципе образуется так называемые холодные кольцевые структуры когда кто хоть раз варил кашу тот видел что кипит то не вся кастрючка отдельными очагами и так как расходится и в принципе если иметь ввиду остывание вещества в это время то тоже очень похожая картинка так все-таки как вы считаете какая часть ваша ваших структур какая часть вот тех о чем я сказал еще добавить любой отдельно взятый факт может быть объяснен бесчисленным множеством теорий то чтобы есть значит тонко заключается в том да и только та теория будет абсолютно верна которая под свое крыло собрала абсолютно все факты естествознания как прошлое так и будущее все остальное есть модели вот то что я вам докладу это есть модель которая собрала под себя ну достаточно все-таки много чего чего вообще были пока что еще никто не сделал а это сделал поэтому те товарищи которые рассматривают вот этот процесс так пусть который у меня никаких возражений не очень может быть а уж какая часть я не знаю но они бы могли взять на себя труд забор смотрите все остальное что на сегодня известно вот эти позиции если они этого не сделали когда у них начинаются трудности ну трудность например такая я не понимаю вот чистый механически не понимаю каким образом что-то шлепнулась и вот призабил его и вот здесь сохранилась вот эта горка там кольцо а посередине глазинка с любой кашель понимаешь как-то плохо это делал вот так вот отцовываться ну вот значит или там это же самый теория вулканизма что он вот ухитрился вот так что насыпать вот здесь сохранить а вот здесь ничего а ведь речь идет о соте километров чистой площади ну что-то такое действие немножко а здесь это дело автоматически поэтому мне кажется так я совершенно не собираюсь ни с кем спорить вообще я считаю что это не нужно делать предлагается единая система она называется эфире динамической картинами у нас картин мира был не так много ну вот это так сказать дежурная очередная все в ней строго все в ней доказано сегодня вверх понимать значит но в ней по крайней мере на этом уровне все увязано как и качественно так и количеством и дай бог любого другого сделать то же самое но по-другому я думаю что сейчас столько народу начинает заниматься эфиром значит гендук на одном из семинарий я присутствовал восклицал вот есть журнал солидный журнал ночи лондонский журнал известный вот там опубликована большая статья по эфирам кто бы мог подумать я этого не понимаю но они понимают он и не поймет никогда потому что если он поймет тогда он поймет чем он занимался последний 100 лет чуть меньше но не стоит конечно очень вот поэтому вот так я обращаю внимание на то что это направление то что это есть направление несовершенненно то что им надо заниматься тоже абсолютно не то что она обладает невероятно предсказательной силы самых разнообразных местах тоже есть но можно заниматься может учешаться тем что так сказать вот ученые сказали они же ученые и же чего-то учили значит чего их выучили это неизвестно а чему учи а шуму их учили уже ученые но и виднее я спорить непредполагонечки поехали так давайте вопрос нет вопрос теперь я так планируешь динеку у нас постоянные дежурные понять сейчас он не оппонент я может быть чего-то забуду но по трем моментам хочу сказать наш первый насчет с конца легче за счет и какие значит владимир акимович вот эти вот а с проблемой а какие нет я думаю сасовская точно него потом сасовская да вот ситуации в сасово которая произошла вот 10 лет назад 10 по моему да говорит есть вот уже делать дело в том что есть очевидцы это все описано да штучка это небольшая диаметр там 80 метров 28 метров то есть совсем маленько и они больше известны я так думаю и думаю что конечно наверняка есть какие-то результаты столкновения земли с тем что прилетела от конечно есть вот это не значит что все такие но очень похоже теперь второе насчет плазмы ведь дело в том что то что я рассказывал владимир акимович вот создание собственной звезды и создание всех тех процессов которые там были так сначала собирался этот протонный водородный газ и только потом уже когда начались там вторичные процессы в том числе ядерный синкс и так далее возникла плазма в том виде в котором она есть сейчас то есть просто может быть многие вещи они вторично то есть они есть но они может быть вторично и третий момент в один я много раз уже обращался к аудитории с этим вопросом поскольку к вам отчаялся значит вот подождите не снимайте пока значит ладима тем еще же 1 1 поля года три назад это услышал или 4 нам рассказывают замечательную историю некие французы промерили возраст пород возраст пород на всей земле частности здесь от посредине океанических хребтам самый минимальный возраст 5 миллионов лет на торчках 10 там 50 100 200 у материков и затем скачков четыре с половиной миллиарда лет на материке значит я так понимаю что это эти данные являются одними из ключевых потому что если это возраст возникновение ядер атома ядер то тогда это прямое свидетельство того что те породы которые вот здесь намерили по 5 по 10 по 100 миллионов лет это мгновение сравнение с возрастом земли четыре с половиной миллиарда лет то это означает что вещество возникло вот ядра возникли 5 10 там 100 миллионов лет тому назад то есть возникло когда уже была земля во что эти эти ядра защите протоны в этих ядрах возникли здесь то есть это прямое тогда будет подтверждение того что есть какой-то механизм который мы пока не знаем в результате которого за счет поглощения эфира землей возникает вихреобразование и образование протонов и из них дальше я не это вот первым если это возраст пород чисто как бы геохимический ну скажем вот будет осадочная порода там карбонат кальций я химик я так немножко представляю да так вот это возраст осадочной породы когда она осела это не значит что ядро кальция возникло столько времени тому назад нет она была и раньше только кальций был скажем виде ионов в растворе там в мировом океане да там или где-то а потом это собралось в виде другой химической формы нерастворимый карбонат кальций возникла осадочная порода мне представляет что этот вопрос настолько важный а столько принципиально я много раз владимир акимыча спрашивает какой это вот он будет вот там была какая-то огромная книга на французском языке я французский не знаю мне там что-то перевели где эта книга ведь опять час мы слушаем владимир ключевой для вашей теории момент ну подождите мы потом попсуете это дело ради бога найдите эту книгу узнайте какой возраст они мерили а просьба к аудитории такая может быть поскольку есть каждый раз новые люди может быть есть специалисты вы как раз в этих направлений и может быть кто-то поможет найти вот как раз первоисточники точно выяснить что именно они мерили какой именно возраст они мерить напоминаю последний я заканчиваю выступление последний вот возраст земли скажем четыре с половиной миллиарда лет похоже на то что по порядку величины это как раз примерно возраст образования ядер косвенно это подтверждается тем что на земле сохранились только те нуклиды значит из радиоактивных период полураспада которых ну где-то вот не больше этой величины но самое там уран скажем где-то имеет тоже период полураспада такого порядка величины потому что если те которые скажем на порядок меньше имеет они давно все распали их уже просто не осталось то есть похоже действительно возраст образования ядер в результате ядерного синтеза на солнце все тут укладывает все нормально и если вот этот возраст это тоже возраст ядер то это вообще ну такая революция в сознании что не сказки сказать на перрон еще раз к вам просьба не жаль что постараться найти это вот эти данные может быть кто-то из присутствующих в этом поможет спасибо